Михаил, когда вы почувствовали, что наступает финансовый кризис? Мне кажется, что я лично почувствовал его буквально за несколько месяцев или недель до 17 августа. В основном это было связано с атмосферой в коллективе, в Международном банке, в котором я трудился в то время. У меня не было в то время каких-то личных инвестиций, поэтому ситуация на рынках, она меня непосредственно, моего личного благосостояния не касалась. Тем не менее, была такая атмосфера напряженности, была атмосфера и в коллективе, и в целом в офисе. И, конечно, очереди в банкоматы, которые начали появляться летом, в начале лета, это вызывало определенные опасения и определенную тревогу. Поэтому, отвечая на этот вопрос, скорее ближе к самому уже, к самой середине августа. Ваше самое острое воспоминание тех дней? Самое острое воспоминание тех дней было следующее. Я не мог снять деньги, свои деньги в банкомате. У меня была карточка, был такой банк «Диалог», хороший был банк до августа, до 17-го, до дефолта. И отделение было на, значит, господи, на Пушкинской. И я приходил туда и не мог, в общем, снять ни рублей, ни доллара, вообще ничего не мог снять. И в итоге вышел из этого положение... Или рубли какие-то мог снять, но совершенно-совершенно незначительно. В итоге я выкрутился следующим образом. Я отдал карточку со своим пин-кодом своему коллеге, который улетел в Лондон. В Лондоне он мне снял фунты. И честно их привез. Вот это воспоминание. Когда возникло ощущение выхода из кризиса? Ой, это, наверное, уже было где-то через год-полтора-два. Когда уже какая-то стабилизация наступила, была уже другая работа, потому что с той работы уволили. Сокращение было серьезное. Ну, это где-то, наверное, уже через полтора-два года, когда была другая, как я сказал, была другая работа. Она была интересной, она приносила, в общем-то, неплохой заработок в тот момент. Бизнес был такой, я бы не сказал, что бурно растущий, но тем не менее позволяющий, в общем-то, думать о будущем. То есть это, наверное, где-то через полтора-два года, когда стало как-то более-менее спокойнее, что ли. Как, по-вашему, кризис изменил страну и вас лично? Я думаю, что стране это пошло на пользу, потому что страна, ну как, страна начала учиться жить по рыночным правилам, по правилам, которые существуют на рынке. И эти правила, по сути, никаким образом за 20 лет фундаментально не поменялись. А для страны это был первый опыт, вот такой, какой он случился. А для меня, как меня лично, точно так же, наверное, как и страну, потому что я часть страны. И я стал осторожнее, еще более осторожнее, нежели был тогда. Меньше стал верить в всякой ерунде, которую говорят. Я думаю, страна перестала верить очень многому, много чего тогда и говорили. И людям, которые говорили. Но, наверное, как? Мне кажется, что это положительный, в целом, на самом деле, опыт. Конечно, больно, но потом выясняется, что так и надо было сделать. Где и в каком качестве вы встретили дефолт 17 августа 1998 года? Я был тогда заместителем директора в корпоративных финансах в МСМ Бэнкинг, в банке Флеммингс. А встретил я его в Турции, я был в отпуске. Я был в отпуске с супругой. Мы, по-моему, улетели вот 16-го. То есть вот совсем неправильно улетели. И все эти вот события мы, на самом деле, наблюдали оттуда, с пляжа. И ничего сделать уже было невозможно. То есть как-то возвращаться не думали. Думали, как-то рассосется. Так что было именно так. Я не в Москве все это наблюдал.